Наверное, все-таки действует вот это вот QR-код, коронавирусная прививка, мне кажется. По-любому это она. Я сейчас буду читать, что вы пишете. Милашка-дракошка, держи сердечко. Да, может и фирму закончится, кто не слышал, посмотрите, в ютубе-то явно они есть. Там они собираются, они в метро едут, они визжат, кричат. То есть там не просто надо разговаривать, даже надо именно звуки человеческие. У них какой-то, знаете, как спорт такой начинается. Я пока вообще этого не понимаю. Я еще раз говорю, я думаю, это где-то далеко, не у нас, оказывается, даже в моем поселке уже это есть. Это не прививки, это все с дозволенностью. Ну, понятно, что людей еще отвлекают от этих сумасшедших инфляций, от всего, чтобы люди... Вот видите, эфир начал. Эфир у меня, правда, сами понимаете, мы говорим сегодня обо всем. Поэтому, если у вас конкретные есть вопросы, пишите. Будем разговаривать. Ну, что знаю, то расскажу, как говорится. Golden Center. Прям сегодня собрались все. А кто такая? Природа Life. Природа Life. Как ее зовут, эту девочку? Ну, у нас пижамки детям одевают в виде животных, кегури или как-то там. Ну, понятно, что одежду одевают женщины. Я сейчас вам писаю, норку вытаскивают. Буду тоже ходить, да, по городу. А здесь именно движение у них такое, что они чувствуют себя животными. Это вот, знаете, как это? Революция пошла обратно к обезьяне. Примерно это. Пижамки-то пижамки, шубы-то шубами. А здесь именно направление такое, что дети становятся животными. Да, какой капец. Это вообще, это... Причем, знаете, у этой девочки, и она мне фотографии же, у нее маска вот эта вот мохнатая, да, или как в шерсти. Она, ну, со зрением, она очки, короче, носит. И она еще эти очки сверху этой маски одела. Это так, ну, даже на фото смотрится ужасно. Там, представляете, вот так вечером увидеть, идете по улице. И так у меня в поселке постоянно выгуливают вот таких вот собак огромных. Что они их выгуливают, этих собак? Живут в частном доме. Ну, я так понимаю, они, конечно, себя выгуливают. Но зимой, знаете, когда идешь в мехах, соболях, скажем так, или бежишь там, темно уже, скользко. И вот эти собаки, они думают, что это какая-то добыча бежит на тебя. Если там в шубе женщина бежит, собака, большая собака, думаешь, что это какая-то добыча, медведь бежит. Ну, понимаете. А тут уже еще, оказывается, эти квадроберы бегают теперь у нас. Дмитрий Тельтигин вернулся с обеда. Мы будили тебя, Дима Тельтигин, всеми средствами, но так и не трындец, да. По поводу, давайте, вот я вам сейчас задам вопрос. Вижу, чат наш проснулся. Все, вот тут лайк поставьте, не забудь. Лайк проснуться. Я сейчас что-то хотел сказать. О, сделаем лучшие моменты. Следующий. У нас сегодня эфир по Алтайям. Пишите про себя, расскажите про себе, про погоду, расскажите о машине. Мы просто болтаем. Кстати, мне кажется, такой болтливый эфир, он впервые. Что вот просто захотелось мне выйти. У меня на самом деле клиент там перенес на час дня. Поэтому у меня получилось время, я думаю, что я буду сидеть один сам с собой. Разговариваю теперь с вами. Так вот. Мне нравятся болталки. Кстати, напишите, вам нравятся болталки? Обязательно в конце спрошу, как вам такой эфир болталки. Почему бы нет? Почему бы не поболтать, да, обо всем? Единственное, кроме политики, да, косвенно ее мы обходим, но ни в коем случае она нам неинтересна. Нам интересна наша личная жизнь, детей, наших внуков. Вот это нам интересно. Вот.